всем добрый день я для меня уже площадка вконтакте становится любимой потому что на ней самое большое количество просмотров самое большое количество заинтересованных вопросов вот мы для вас подготовим вариант все-таки прямого эфира потому что мы понимаем что сейчас сложное время вот не ослышно видно у меня такое впечатление что у меня пропал эфир дайте мне знать помашите мне рукой что вы меня слышите и видите кто-нибудь вниз у меня такое впечатление что нет соединения напишите все видно и слышно замечательно ну что сегодня я не успел поменять свой костюм потому что я в фейсбуке пыталась усиленно выйти в эфир и попить селенной плотниковой и соответственно поменялся и тема поменялась тема выхода в к я решила о том что напомнить для тех кто еще не слышал наши эфиры наши счастливые субботы когда мы уже три недели назад начали говорить о том что давайте достойно переживем этот период да он у нас необычный это пандемия 2020 и потом наши дети будут этот вспоминать и мы должны им показать пример так вот речь сегодня пойдет о коронавирусе и скорее всего попытаюсь немножечко приоткрыть такой занавес может ли он снять свою корону но мы понимаем что мы все разные и соответственно как бы в каждой стране будет совершенно разная реакция и на против протекание болезни и нас лекарственные схемы в зависимости от того что будет наличие сейчас все все научные умы человечества озабочены этой темы чтобы создать ближайшее время и адекватные схемы лечения и также разрабатывать вакцину но мы же живем в данный момент здесь и сейчас и что же с нами происходит мы все переживаем огромный стресс так вот физиология стресса она у всех одинаково он по законам серге он проходит эти все стадии то есть на стадии тревоги которую в принципе мы уже вот все прожили и я бы сказала что без особых потерь мы сейчас как бы подходим к стадии адаптации мы сейчас ждем в россии когда у нас будет то плата когда уже не будет прирост заболеваемости когда мы поймем что вот мы смогли остановить этот вирус прежде всего самоизолироваться у меня сегодня на страничке фейсбуке я после эфира размещу это сейчас в комментариях есть сегодня прекрасные ссылки на черешнева валерий александрович а это был мой любимый преподаватель патологической физиологии нашей медицинской академии на его лекции собирались все студенты всех курсов потому что это не только ученые это прежде всего лектор прекрасный вот и он для заседания своего уральского отделения академии наук провел расширенное заседание на котором очень просто объяснил как у нас реагирует иммунитет откуда взялся этот вирус поэтому я не буду повторяться только скажу одно что любое вещество хоть аллергическое хоть вирус хоть бактерии любое вещество чужеродное для нашего организма это антиген попадая в организм на это вырабатывается у нас всегда антитела вот эти комплексы антиген антитела соединенные они блуждают нашем организме и у нас есть защитные факторы макрофаги фаг фагоцитоз они съедают вот эти комплексы и начинают продуцировать уже другие клетки которые защищают организм так вот вирус попадая в наш организм и образуя антитела организм образует антитела а макрофаг поглотив вот это так вот этот вирус он считает что он ищет своего хозяина и в этом макрофаге начинает усиленно усиленно размножаться а макрофаг борется с этим и он начинает усиленно усиленно привлекать сюда клетки для того чтобы прекратить это воспаление а на самом деле получается что усиливается эксудация и мы имеем тяжелое осложнение поэтому вот то что мы сейчас с вами сделали для пандемии для рук любой эпидемиологической ситуации это самое главное самоизоляция как и для полиноза который сейчас начался в период цветения самоизоляция очки маска перчатки сидим дома проветриваем окна на окна вешаем влажные простыни чтобы пыльца не попала вирус понятно мы можем сейчас знаем уже как он обрабатывается но если не дай бог что-то тяжелое случилось есть формы облегчающие отхождение мокроты для этого надо обязательно открыть нос специальными препаратами вдохнуть ингалятор вот но не не надо до этого доводить надо вызывать врача и ехать в больницу и понимать что мы дали нашим врачам время они смогли подготовиться у нас на сегодняшний момент развернуты замечательные палаты интенсивной терапии достаточно при ивл давайте не будем волноваться и все о чем я сейчас призываю я сейчас призываю а да и не сказал еще самое главное что александр григорьевич чучалин вчера на встрече с владимиром владимировичем путиным как раз заявил о том что у нас есть средства у нас есть вариант использования закиси азота для лечения для восстановления микроциркуляции и для того чтобы у нас восстановился газообмен чтобы кислород мог поступать клеткам чтобы альвеолы уже начинали функционировать но вернемся к нам простым людям которые не на передовой не врачи не медсестры вот мы сидим дома а вот где мы мы там где наши мысли и вот если мы смотрим все время сводки отслеживаем что произошло как там все происходит что с нами происходит мы находимся в этом поле информационном поле болезни давайте переключимся переключимся на другое поле и подумаем раз это респираторный вирус он уже был у нас в 2002 году 2012 году и как любой респираторный вирус он вернется осенью но мы не знаем в каком виде он опять вернется сможет ли он найти того хозяина может быть это кажутся американцы может быть это кажутся китайцы может быть это кажутся россияне те тараса как но не раз а будем говорить то группа людей в которой ей бо им более комфортно размножаться к где он скажет а вот это мой хозяин и я живу теперь в россии не дай бог конечно но но вот так может случиться поэтому давайте сейчас сосредоточимся на не специфическом иммунитете вот то что я вам рассказала до этого это был специфический иммунитет то есть антиген антитело это всегда специфическая реакция а что же такое не специфический иммунитет это вот как раз образ нашей жизни это то что мы едим то что мы пьем и здесь я напомню о том что все то что ощелачивает наше наше питание это зеленое желтое красное оранжевое хрустящие но опять-таки вспомним о полинозе что сейчас идет период цветения очень много перекрестной пищевой аллергии и все что я прошу пожалуйста фотографируйте то что вы едите вечером анализируйте вообще что вы съели ведите пищевой дневник у вас сейчас есть возможность понять от чего у вас вздувает живот от чего как бы у вас запор от чего как бы у вас начинает все чесаться вот природа говорит так остановитесь хватит уже есть я себе тоже самое это говорю вот не только вам вот полезный пей а это все что ощелачивает опять это вот уже подорожавшие имбирь и лимон и я думаю что государство тоже найдет возможность регулировать эти цены щелочная вода минеральная боржоми смотрите чтоб ph была выше и у нас всегда есть выбор у нас всегда есть выбор и вот она у меня на странице фейсбуке уже есть как бы меню 1200 калорий нам больше когда мы сидим дома не надо но это должно быть сбалансированное питание из и учитывая что в легких у нас есть сурфактант а это жирорастворимое вещество нам нужны жиры нам нужны растительные жиры нам нужны животные жиры но в разумных количествах поэтому диета 1200 калорий если вам потребуется меню и все кто был у нас я с благодарностью а кто сейчас к нам приезжает на выходные и берет 1200 калорий их становится все больше больше и больше то есть люди задумываются о том что они едят и в каком количестве другая русская проблема которая у нас была и есть это конечно алкоголь ну про алкоголь я уже говорила это то что закисляет пожалуйста подумайте об этом вот закисляя свой организм вы создаете вы открываете ворота для вирусов и бактерий они там с радостью с удовольствием размножаются когда им еще хорошо и когда как бы нам плохо когда мы не движемся когда мы не движемся у нас происходит лимфостаз а где у нас есть лимфостаз соответственно как бы там тоже размножаются все те наши хронические заболевания которые конечно же у всех у нас есть картинка тоже очень показательная поэтому вот я рекомендую всем развесить на своих стенах просто делай и даже вот утром проснулись посмотрели на на стенку так вот и суши ну надо хотя бы что это сделать так вот в instagram в 11 часов наша маша шандренко выходит показывает дыхательную гимнастику стрельниковой затем она будет у нас давать комплекс упражнений по йоге а я выхожу в 10 часов в фейсбуке тоже на на площадке демиткова рассказываю для чего нам нужен оздоровительный цигун а нужен у нам для того чтобы нам расслабиться замедлиться сконцентрироваться на себе слушать свое тело а не тот информационный поток который на нас со всех сторон валится поэтому сегодня я в эфире фейсбука говорил для чего нам нужны растяжки но прошу тех кто как бы хочет вырваться из стресса именно усилением физической нагрузки напомню о том что молочная кислота которая образуется перри при перри при физических перегрузках она тоже закисляет пожалуйста как бы все сейчас размеренно согласуйте движение и дыхание обращайте внимание на нижние отделы легких поэтому другой лозунг который должен у вас висеть это просто дыши в любой момент плохо ли вам хорошо ли вам а вот когда вам вы чувствуете экзальтацию вам нужно успокоиться просто дышите и не бойтесь сейчас громко дышать когда мы громко дышим мы выдыхаем всю нашу боль все наше напряжение когда у нас есть вдох облегчением и мы выдыхаем нашу тревожность позволяйте себе громко громко дышать ну и понятное дело у нас у всех есть страхи и это нормально мы еще не жили условиях пандемии но вспомним вот вчера был день рождения владимировича ленина 17 18 год прошлого века революция обнищение масс 100 миллионов скосила испанка ну давайте уже не допустим этого мы же сейчас осознанно живем мы же понимаем о том что мы можем не специфически сделать чтобы к осени иметь уже все навыки как правильно дышать как правильно двигаться как правильно мыслить ну и вот мыслить просто это очень важно то есть очень простыми категориями пишите письма если как бы вам нужно как бы с кем-то чем-то поделиться пишите прописывайте все то что есть у вас внутри проговаривайте но начинайте любую фразу а правильно ли я тебя поняла и давайте оценку только своим чувствам я сейчас чувствую боль я сейчас чувствую боль как давай поговорим то есть все с позиции добра любви и принятие потому что у нас уже нет другого просто варианты нет мы принимаем эту ситуацию и дальше с ней живем конечно должны быть планы но планы должны быть горизонт планирования у нас сейчас до 30 апреля пока мы знаем что до 30 апреля мы все на самоизоляции и мы пытаемся кто-то спасти бизнес кто-то пытается научиться работать онлайн для меня это вообще тоже стресс большой я смотрю на моих друзей у которых маленькие дети которые осваивают сейчас обучение давайте выдыхать нам сейчас не нужны лундеркинды нам сейчас нужны спокойные дети потому что они считывают нашу тревогу а знаете вот уже имея троих взрослых детей слава богу а я хочу сказать что здоровые дети только тогда как-то счастливая здоровая мама и чтоб не было потом у нас чувство вины что мы позволили себе быть нездоровой несчастливой давайте как бы наберемся терпения поплачем в уголке покричим в лесу при включенной воде чтобы дети дети были спокойны потому что мы это переживем замечательная фраза паника это половина болезни и спокойствие это половина здоровья а терпение это начало выздоровления нам всем надо потерпеть нам нужно потерпеть целый год для того чтобы мы поняли что этот вирус управляем что мы нашли схемы лечения что мы разработали вакцину и что мы подготовлены мы знаем что нам делать чтобы не заболеть ну и когда вот мы это все освоим кто-то вдруг постучится в нашу дверь и скажет я пришел к тебе я хочу тебя обнять спасибо огромное всем кто любит наши демиткова мы вас скоро обнимем и всегда ждем спасибо